Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале. С вами майор украинской армии Тарас Березовец. У нас сегодня 18 января 2024 года. Сегодня очень много новостей. В первую очередь новостей военных, но достаточно также и международных заявлений с все еще проходящего в швейцарском Дагоссе Всемирного экономического форума. Там сегодня прозвучало достаточно громкое заявление министра иностранных дел Родослава Сикорского, человека, которого я много лет знаю лично, с которым много раз общался, записывал с ним интервью. И вот он сегодня говорил о том, какие перспективы завершения войны и на сколько лет нужно быть готовыми НАТО и Украине. Сегодня давайте начнем с важной новости. Украинские беспилотники достигли цели в Ленинградской области Российской Федерации. Это свыше 900 километров. Эту информацию подтвердили сегодня российские источники, в частности Министерство обороны РФ, заявило о том, что был сбит один украинский дрон Камикадзе. Кроме того, местные паблики свидетельствуют о том, что дрон пыталась не перехватить систему ПВО, а сбить, из-за чего были слышны многочисленные взрывы. При этом наблюдатели обращают внимание на тот факт, что больше урона носят даже не украинские дроны, а сколько российские ракеты, которые разрываются и падают, где попало. Целью этого дрона сегодня должна была стать нефтебаза в Ленинградской области. Сообщается о том, что эту информацию подтвердил в том числе владелец петербургского нефтяного терминала Михаил Скигин со страниц коммерсанта. Он поблагодарил ПВО и диктатора Путина за работу по перехвату беспилотника. Однако, общие выводы для российской системы ПВО, будем говорить так, неутешительны. Во-первых, достигнут новый порог поражения украинскими беспилотниками. Ранее максимальной точкой, куда они долетали, была Псковская область. Это около 700 километров. Сейчас уже преодолен порог в 900 километров. И неясно, запускались ли дроны с территории Украины, или они запускались с территории Российской Федерации. Также неизвестен тип этого дрона. Но факт остается в том, что российская система ПВО оказалась совершенно беспомощной. И дрон был фактически сбит только уже на подлете к объекту, который он должен был поразить. Российская система ПВО показывает собственную неэффективность. Идет расход больших и дорогих ракет стоимостью в сотни тысяч долларов на уничтожение объекта, который максимум стоит несколько десятков тысяч. Кроме того, массированные и продуманные комбинированные атаки дронов и ракет, которые Украина использует в Крыму и которые приводят постоянно к поражению и уничтожению военных объектов, на территории Крыма, показали то, что российское ПВО перегружается. И она не готова к такому большому количеству объектов, одновременно атакующих ее. Поэтому залет этого дрона в Ленинградскую область может быть всего лишь проверкой системы ПВО на готовность. И после теперь, когда уже проведена доразведка, получены данные, следующая атака может оказаться более успешной, поскольку она будет проводиться с участием даже не одного, а нескольких десятков беспилотников. И, как уже стало очевидно, российская система ПВО, учитывая огромные размеры страны, в отличие от Украины, она не справится с массированными атаками по инфраструктурным или военным объектам. И никаких попыток изменить эту ситуацию российское военное командование за последние месяцы не предприняло. Помимо этого, необходимо также принимать во внимание тот факт, что россияне длительное время пытались выдавать желаемое за действительное, рассказывали о непобедимой силе российской противовоздушной обороны, а теперь мы видим даже стратегические города, такие как Санкт-Петербург и Москва, в действительности плохо защищены, поскольку и там даже поражаются объекты в самом центре, как это было в Москва-Сити. Кроме того, сегодня по неизвестной причине, неизвестный противник не сообщает, на несколько часов вышла из строя Балаклавская ТЭЦ, из-за чего в темноте оказалось значительное число городов Крыма, начиная от САГ, Севастополя, Феодосии, Керчи, и сообщается о том, что восстановлено частично сейчас освещение, но не везде, не везде в городах, и опять же причина этого форс-мажора до сих пор не установлена. То ли это был перегруз системы, то ли там случилось возгорание, но факт остается в том, что те ТЭЦ, которые Россия построила на территории Купернополя, полуострова, одна в Симферополе была построена, вторая была Клавия, они в конечном итоге не справляются с нагрузками, пиковыми нагрузками зимними, и в случае, если туда еще что-то прилетит, это может обернуться, в буквальном смысле, техногенной катастрофой для противника. Тем временем в НАТО анонсировали крупнейшее за десятилетие учения, это ответ на российскую военную угрозу, примут в них участие свыше 90 тысяч военнослужащих. Беспрецедентно. До того, самыми крупными считались учениями, в которых принимали участие швы свыше 40 тысяч военнослужащих НАТО, а сейчас их будет более чем в два раза больше. Название этих учений – «Steadfast Defender» – «Стойкий защитник». Их анонсировал главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. Он сообщил о том, что учения уже начнутся на следующей неделе и продлятся аж до мая. То есть, продолжительность этих учений также без прецедента. Они пройдут в течение зимы и практически большей части весны. Последний раз подобные масштабные учения проводились более 30 лет назад. Это был 1988 год. Вдумайтесь. Тогда у них приняло участие 125 тысяч военнослужащих. 125 тысяч. Но это был закат холодной войны. И тогда НАТО 7 года позволить. А вот таких масштабных учений не было. Еще раз повторю. Ну вот считайте, да, 35 лет они не проводились. Альянс должен продемонстрировать способность укрепить евроатлантический регион. Все это проходит на фоне усиливающихся опасений относительно того, что Россия может готовить войну, в том числе с странами, входящими в Альянс. Речь идет о странах Балтии, речь идет о Польше и Германии. И Швеция, как известно. И Польша, и Швеция анонсировали существенное увеличение собственных оборонных программ. Увеличение количества военнослужащих. А в Германии, как об этом писал Бильд, всерьез готовятся к реальному столкновению с русскими уже в нынешнем 2024 году. Очевидно, для упреждения всей этой информации Бильд частично сливал эту информацию. Потому что вот НАТО будет проводить. Теперь мы видим, что эта информация соответствует действительности. Начинается проводиться учение. Также в рамках их будут перебрасываться крупные контингенты НАТО на территорию других стран-участниц. То есть, читай, будут превентивно переброшены контингенты под поводом учения. Не только Россия может заводить в Беларусь, правда? В эту игру, оказывается, можно играть вдвоем. И НАТО под соусом учения сейчас совершенно спокойно будет увеличивать свои контингенты. Это не мое предположение, это уже факт. Германия, в частности, будет увеличивать собственный контингент. На территории стран Балтии будут увеличиваться присутствие сейчас в Польше. И НАТО тоже проводит учения, а контингенты потом просто не выводятся, остаются. Ну, дальше будут проводиться учения. Штабные игры. Одним словом, интересная история. Плохую Венгрию, точнее ее строптивого премьера Виктора Орбана, все-таки решили наказать и публично высек его Европейский Союз. Сегодня депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призвали не предоставлять Венгрии субсидии ЕС. За резолюцию проголосовали рекордно. 345 депутатов, 104 против, 29 воздержались. Напоминается, что в декабре 2023 года Еврокомиссия разморозила для Венгрии 10,2 миллиарда евро. Это около третий средств, которые предназначались официально Будапешт, но были заморожены. И теперь будет проведена юридическая проверка правомощности размораживания этих денег, на что он их потратил. Европарламент осудил действия Кабинета министров Орбана, который заблокировал поправки в бюджет ЕС, которые предусматривали предоставление Украине помощи на 50 миллиардов. Сейчас будут разбираться, причем чисто по формальным признакам. Проблемы с системой правосудия, с демократическими процедурами, давление на свободу слова, на политических оппонентов. Невыполнение рекомендаций Европейской комиссии, одним словом, евробюрократы подойдут со всей бескомпромиссностью и беспощадностью. То есть, все будет строго по бугле закона, никаких проволочек, никаких нарушений, вот все будет точности, буквально до каждой запятой параграфа положений Еврокомиссии. И попробуй из этой ситуации что-то раздуть, обвинить Брюссель, нарвешься на новые санкции и будет только больнее. Одним словом, красиво играют, когда хотят европейские бюрократы. Тем временем, обвинение запросило для Игоря Стрелкова-Гиркина наказание почти 5 лет, 4 года и 11 месяцев в колонии общего режима по призыву к экстремизму. Сообщается о том, что кремлевские телеграм-каналы, что обозлились очень сильно в Минобороны. Шойгу потребовал посадить Стрелкова, эти обвинения касаются некомпетентности Шойгу. И вот если бы Стрелков сидел тихо, не отсвечивал в своих телеграм-каналах, не критиковал Шойгу, все было бы хорошо. А вот нашла коса на камень. Ну, одним словом, личная месть, как бы к этому кто не относился. Тем временем, госсекретарь Блинкен заявил о том, что не видит перспектив прекращения огня в Украине в ближайшее время. Он заявил, что в данный момент я этого не вижу. Об этом он заявил в беседе с обозревателем Нью-Йорк Таймс, Томасом Фридманом в Давосе. Он заявил о том, что со стороны России должна быть готовность к взаимодействию и переговорам добросовестным, основанных на базовых принципах, поставленных под сомнение ее агрессией. Однако, ничего этого происходить, судя по всему, не будет. А вот его коллега, польский министр национальных дел Радек Сикорский, заявил о том, что Путин подошел точку невозврата. Он заявил о том, что договариваться с ним уже, в принципе, бессмысленно, а это будет делать следующая команда. А колониальные войны, как заявил Радек Сикорский, ведутся достаточно долго. Обычно такие решения принимает другая команда, это цитата, потому что команда, которая начинала войну, очень редко может признать ошибку. Поэтому на это нужно 10 лет, и это должно быть нашим базовым сценарием. Вопрос, это личная точка министра, иностранный долг Польши или официальная позиция? Каков план НАТО на ближайшие 10 лет, если не считают, что Украине придется воевать 10 лет? И есть ли планы Украины в таком случае? Вопросы, согласитесь, не праздные. Однако, это заявление звучит, ну, будем и так говорить, более чем угрожающе. Позитивная новость. Украинские хакеры из группы Blackjack, связанные с СБУ, похитили, взломали российское госпредприятие, похитили данные. Это госпредприятие занимается строительством военных объектов, выкачали более 1,2 терабайта данных. В частности, были получены уникальные военные паспорта, более 500 военных объектов. Теперь мы знаем, где находятся все. Ну, мы и так знали сейчас, теперь будем знать полностью. Арсенал вооружения, площадки, зенитно-ракеты комплексов, штабы, казармы, в том числе на захваченных украинских территориях, техническая проектная документация. Было уничтожено 7 серверов, зашифровано более 150 компьютеров сотрудников спецорганов в России. И оставлено российское министерство обороны без массива данных резервных копий информации. Таким образом, уникальные данные полностью о военных объектах, линиях укреплений, инженерных сооружениях были захвачены и получены полностью в распоряжении украинских спецслужб. С ними будут работать в том числе наши западные коллеги. Вы спросите, почему я об этом говорил. Эту информацию сегодня публикуют украинские издания. В частности, источник НВ в украинских спецслужбах. Раскрыл эту информацию. Ну, по банальной причине, для россиян это уже не является секретом. Ну, а теперь знаем уже все мы. Самое главное, что теперь упрощается задача для украинской армии. То есть, система инженерных сооружений, которые были. Штабы, площадки российских ЗРК, где находится российская артиллерия. Понятно, они сейчас будут это менять. Но перестроить инженерные сооружения уже не получится. Можно построить новое, а вот старое с ними же ничего не сделаешь. Полностью вся система теперь находится, благодаря хакерам, находится у нас как на ладони. Хорошо ли это или нет? Я думаю, ответ, друзья, очевиден. Еще одна позитивная новость. Сегодня пишет Wall Street Journal. Байден пошел на компромисс с республиканцами по вопросам иммиграционной политики. Для того, чтобы добиться разблокирования пакета военной помощи Украине и Израилю. Сообщается о том, что иммиграционное законодательство ограничит возможность мигрантов просить убежище на южной мексиканской границе. Соглашение, которое должно быть заключено в обмен на предоставление военной помощи Украине и Израилю, по-прежнему сталкивается с определенными трудностями. Однако, как говорил один персонаж, лед тронулся, господа присяжные заседатели. Большой компромисс, на который пошла администрация Джо Байдена. Не первый и не последний, очевидно. Дело находится все еще там, но определенный прогресс мы видим и он продолжается. И, очевидно, в конечном итоге решение о предоставлении помощи в Украине будет достигнуто. Возможно, не в тех объемах. Возможно, объемы будут более скромными. Но соглашение будет все равно достигнуто. Наконец, встреча Украина-НАТО в Брюсселе прошла без участия главкома Валерия Залужного. Об этом сообщает миссия Украины при НАТО. Первоначально ожидалось, что Залужный примет участие лично. Потом он сообщил о том, что из-за загруженности сможет это сделать только в формате видеоконференции. Но в конечном итоге он не смог принять участие и в таком формате. Вместо него был представитель командования Генштаба вооруженных сил Украины. Но это может нам только говорить о том, что главком Валерий Залужный в настоящее время занят подготовкой серьезных военных планов. И эти планы не дали ему возможности поучаствовать в данной конференции. Такие у нас новости, друзья, на сегодняшний вечер. 15 января 2024 года. Спасибо за просмотр этого видео. Обязательно подписывайтесь, друзья, на канал. Лайкайте, шарьте, комментируйте эту трансляцию. Больше оперативной аналитики на моем телеграм-канале по линку под этим видео. И на двух других YouTube каналах. Березовец Шортс и Разбор полетов. Подписывайтесь на них. Они закреплены в шапке к профилю моего канала на YouTube. Берегите себя, друзья. Тихого, спокойного вам вечера. Как всегда, слава Украине, слава ЗСУ, слава главкому Валерию Залужному. С вами был майор украинской армии Тарас Березовец. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok